Россия вмешивается в конфликт, когда армия Азербайджана вытесняет врага. Вряд ли в ближайшее время наступит долгожданный черед дипломатических переговоров, так как армянский премьер-министр своими необдуманными шагами загнал процесс в очередной тупик. Некоторые, даже весьма опытные политологи и политические аналитики, среди них есть и местные, и представители так называемого ближнего зарубежья, считают последние армянские военные провокации на Тавузском направлении своеобразным ответом революционного армянского правительства Пашиняна не только всему нейтральному мировому сообществу, но и сопредседателям Минской группы, которые непосредственно заняты поиском решения Нагорно-Карабахской проблемы. Мол, между Азербайджаном и Арменией следует ожидать не разрядку, а наоборот новое военное обострение. Поэтому считается, что вряд ли в ближайшее время наступит долгожданный черед дипломатических переговоров, так как армянский премьер-министр своими необдуманными шагами загнал процесс в очередной тупик, и чтобы из него выйти, требуются серьезные усилия не только со стороны России, но и всей Минской группы. Но ситуация такова, что с одной стороны пандемия коронавируса, а с другой предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки заставляют политиков и дипломатов сосредоточиться на иных проблемах, а не на Нагорно-Карабахской. Плюс анализы и размышления политологов и аналитиков международников, военных экспертов больше направлены на силовую составляющую процесса. Кто-то стремится больше и основательно сосредоточиться на последних Азербайджано-турецких военных учениях. Другие же пытаются анализировать кадровые перестановки в силовых структурах Армении, особенно в Министерстве обороны противника. Возможно ли крупномасштабная и более длительная война между Азербайджаном и Арменией? Пожалуй, главный и реальный вопрос Нагорно-Карабахской повестки надо поставить именно таким образом. Потому что, еще раз заметим, процесс уже вышел из дипломатической плоскости и пока что никто не собирается возвращать его обратно. Как уже было сказано, идут кадровые перестановки в силовых структурах врага. Не утихают локальные провокации и выходки врага на границы Азербайджана с Арменией. Все это, конечно, вновь и вновь заставляет не только наших местных политологов, но даже зарубежных экспертов в первую очередь заниматься поисками ответов на военные вопросы. Например, обсуждается вот такая проблема. Может ли Азербайджан разместить на своей территории военные базы Турции? Прежде чем ответить на этот довольно сложный вопрос, заметим, что Турция весьма влиятельное государство, которое принимает активное участие не только при решении проблем Ближнего Востока и Северной Африки, но и как член НАТО не остается в стороне от решения других важных проблем региона и мира. Вдобавок следует особо заметить, что Анкара весьма резко и конкретно отреагировала на последние военные провокации армян на Тавузском направлении, заявив, что выбор Азербайджана будет выбором и Турции. Плюс не прошло даже месяца, как два союзника начали совместные военные учения, да и не только с участием сухопутных войск. Что же касается непосредственно военных баз, некоторые политологи обращают внимание на требования, во-первых, военной доктрины Азербайджана, которая не подразумевает размещение иностранных военных баз на собственной территории. Наверное, и существующий военно-политический статус нашей страны, ее членство в движении неприсоединения, также не позволяют нам входить в какие-то военные альянсы. Но защита территориальной целостности и суверенитета любой страны, в том числе Азербайджана, ее неотъемлемое право. И в случае необходимости мы можем обратиться не только к мировому сообществу и в соответствующие международные структуры, но и к близким нам государствам с тем, чтобы остановить агрессию врага и освободить наши оккупированные территории, восстановить суверенитет на всей территории страны. Но тут есть один момент. Пожалуй, именно этого и хочет Армения. Она уже несколько раз пыталась привлечь организацию договора коллективной безопасности в армяно-азербайджанский конфликт, чтобы спровоцировать региональные военные столкновения с участием Турции и России. Надо заметить, что пока страны УДКБ не идут на армянские провокации, потому что нет оснований для этого, так как Азербайджан защищает только собственную территорию. Между тем, Россия может остановить свою прислугу Армению. Но она или не делает этого, или же вмешивается в процесс только в том случае, когда азербайджанская армия начинает вытеснять врага из оккупированных им территорий. Что же касается других членов УДКБ, тут не стоит забывать один весьма важный момент. Россия реализует свои геополитические амбиции, в первую очередь благодаря тюркоязычным, то есть тюркским республикам бывшего советского сегмента. И вряд ли эти страны поддержат Москву в ее геополитическом военном столкновении с Азербайджаном и Турцией. Но Россия иногда действует одна, как это было в случае, например, с Украиной, а до этого с Грузией, которые в то время даже находились в плоскости СНГ. Поэтому мы должны учитывать все обстоятельства и особо не торопиться, так как с каждым годом наши политические и дипломатические позиции укрепляются, и наших союзников становится все больше. Не говоря уже о том, что наша армия становится более профессиональной и боеспособной. Следует также обратить внимание и на такую очень важную и весьма интересную деталь, что президент Сербии почти извинился перед азербайджанским народом и его президентом за поставки оружия Армении. Этот факт еще раз свидетельствует о растущем влиянии Азербайджана и его лидера. За Азербайджана турецкими военными учениями весьма ревностно наблюдают из Москвы и с большой настороженностью из Еревана. Москва считает Южный Кавказ зоной своих интересов, и несмотря на братские отношения Баку и Анкары, основанные на общих корнях языке и культуре, не намерена пренебрегать своими внешнеполитическими принципами и отступать. Однако и Турция за последние годы нарастила свой военно-оборонный комплекс, и имея вторую после Соединенных Штатов Америки самую мощную армию в НАТО, смогла стать ведущей страной региона, с мнением которой приходится считаться даже Москве. Сейчас Анкара смело диктует свои условия в регионе, в Сирии, Ливии, Ираке, Восточном Средиземноморье. Ее членство в НАТО можно считать дополнительным преимуществом, потому что, какие бы ни существовали в альянсе внутренней разборки, в случае угрозы, опасности одному из членов со стороны внешнего врага, Блок однозначно встает на защиту своего члена. Потому Москва и опасается идти на открытое противостояние с Анкарой, предпочитая компромиссные решения возникающих вопросов. Да и завязаны эти страны между собой глубокими экономическими узами, как в энергетическом секторе, так и в торговле, и в туристической сфере. Так что размещение турецких военных на территории Азербайджана не должно встретить препятствий со стороны. В НАТО только будут рады отрыву еще одной страны Южного Кавказа от России. Тем более, что присутствие турецких военных стало бы стабилизирующим фактором. Балансировало бы силы и служило бы предотвращению каких-либо военных эксцессов, подобных Тавузскому. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал АЗ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи! И помните, что вместе мы сила! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok